Уважаемые коллеги, мы впервые с вами рассматриваем бюджет, когда все отрасли в основном уходят в минус. Впервые, когда из 600 миллиардов голтовалютных резервов 250 профукали, но ни в одной отрасли не стало лучше. Впервые, когда спалили почти полностью резервный фонд, а долги по зарплате продолжают расти как снежный ком. При формировании бюджета есть два принципа, два подхода. Первый – развивать и зарабатывать, повышать благосостояние граждан и уверенно смотреть в будущее. Второй принцип – урезать и проедать, а точнее проматывать. Мы почти все, что есть в запасе, промотали, а если учесть, что на юге идет большая война, в которой мы участвуем, вызовы НАТО и многое другое, можно соизмерить, что будет, если примете этот бюджет через пару лет. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание, особенно Народного фронта президентского, что по-прежнему принцип формирования бюджета сугубо колониальный. Мы в данном случае продаем сырье, сдуваем цены на тарифы, залазим поглубже в карман граждан, перекладываем все основные социальные обязательства и расчеты за это на регионы, 43 из которых уже находятся в преддефолтном состоянии, перетягиваем оттуда основные финансовые ресурсы. Ничего нового в этом связи этот бюджет не внес. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание, мы вместе здесь обсуждали бюджет этот, можно вылезти из кризиса, если обеспечить темпы роста ВВП примерно 3 и более процентов. В 2012 году было плюс 3,4 процента, за 4 года ВВП обвалился на 7 процентов. Это значит, мы недополучили в бюджет почти 35 триллионов рублей или не произвели валового продукта на 90 триллионов. В этой связи хотел бы спросить тех, кто составлял бюджет, каким образом мы дальше можем развиваться, или и дальше на 5 лет обеспечено углубление кризиса. На этот главный вопрос в бюджете нет ответа. Меня поражает отсутствие любознательности, изучение опыта уникального. Мы вместе с вами готовимся к столетию и февраля, и октября. Из своей истории и истории других стран имеем право сделать серьезный вывод. Некоторым нравится Америка, ведь Америка при Рузвельт выходила из тяжелого кризиса. Он даже двух специалистов присылал в советскую страну, те приехали и сказали, фантастика, что они там делают. И тогда Рузвельт принял историческое решение. Он вызвал Толстасумов и сказал, 40-50 процентов доходов отдадите мне, я откуплюсь от нищих, накормлю голодных, организую рабочие места, государственные программы, Америка начала вылазить. Плюс она по 200 почти долларов заработала, в кавычках, на каждом убитом в годы войны нашем солдате. И в 45-м сосредоточила почти 60 процентов золотовалютных резервов мира. Не нравится? Давайте к своему опыту обернемся. Ленинско-сталинская модернизация дала самые уникальные темпы. 16 процентов в среднем год за 30 лет. И страна увеличила свой потенциал в 70 раз, обеспечила победу ракетно-ядерный паритет, что и сегодня надо делать. Не нравится это? Есть китайский опыт. Дэн Сиопин пришел в нищую страну своей командой, все были сосланы. Ему предлагали сводить счет. Он сказал, нет, 4 модернизации. Поднебесная рванула в небеса, дав средний темпы 12 процентов. Не нравится этот? Вот опыт Примакова-Маслякова. Золотовалютных резервов 8 миллиардов, баррель стоит 12 долларов, казнений ничего. И три небольшие меры. Стали считать, чтобы не было отток от банков. Сократили вдвое. Вложили деньги в реальные производства. На 50-х даже дополнительно. И не позволили поднимать тарифы, что спасло население от бунта. И дали в промышленности за год плюс 24 процента. Почему в вашем государстве нет ничего? Меня поражает, что никаких мер серьезных не принимается. В этой связи я уверен, что вы проголосуете. Но я хочу, чтобы каждый в этом сале осознавал, почему этот бюджет не годится. Мы за него, естественно, голосовать не будем. Прежде всего, это бюджет не социального, а олигархического государства. Но у нас по конституции оно социальное. У нас каждый год продаем последние три года на 20 триллионов сырья. Всего народа. Нефть, газа, золото, алмазов, всего остального. Леса. Но в бюджете больше 8 пока ни разу не было. 12 триллионов платите дань российской олигархии и их партнерам-покровителям. Когда было Ордынское иго, мы платили десятину со двора. Это хур Ордынского их. С другой стороны, какой-то социальный бюджет, когда и 100 рублей расходной части, на здравоохранение 3 рубля, на науку 3 рубля 30 копеек и на здравоохранение 3 рубля 60 копеек. Кто из вас видел хоть один пример в истории, что провели модернизацию при таких затратах на науку и образование? Да никогда в жизни их надо удваивать. Они, все, сползают. 25 миллиардов на строительство школ. Что это означает? По одной школе не получается на субъект. Что это означает? Вы обещали вторую смену снять, а уже почти везде вторая, будет третья. Поэтому никуда не продвинемся, ничего не будет. Дети войны, мы же им обещали рассчитаться. Но это позорище им. Глаза стыдно смотреть. Средняя пенсия детей войны 12 тысяч рублей. Второе, этот бюджет подрывает единство страны, углубляет раскол. Но впервые в истории не только нашей страны. Поверьте мне, 10% самых богатых захватили 90% национального богатства. Ни в Африке, ни в Латинской Америке вы сегодня не найдете такого примера. Близкого Америки нет. Я уж не говорю о социальной Европе. И этот раскол увеличивается. Этот бюджет, от него богатей будут богатеть, а нищие – нищать. У нас нищих-то, черт я сколько. Уже трудно даже пересчитать. Три четверти страны нищих. Почему не решить этот вопрос? Совершенно очевидный. Что раз у тебя много, ты в слоях кризиса должен участвовать. Выводы страны из кризиса. Фридман 3 миллиарда умножить на 65. 200 миллиардов рублей вкладывает в американскую медицину, а своя задыхается просто на корню. Да что же за инвестиционный климат, когда тут он получает сумасшедшие деньги, налоги не хочет платить. Да еще их умыкает, выкладывает чужую экономику. И никто ничего не говорит, как будто это нормально. Это абсолютно недопустимо. Что касается ситуации в целом, ведь этот бюджет усиливает наши риски и опасности. Вот выступали правильно. Впервые износ основных фондов превысил 50%. У нас от амортизации мы получили 5,4 триллиона, половину прокрутили и даже не вложили. А без вложения этих средств у вас никаких инвестиций, вы не будете обновлять. Вы дальше будете взрываться квартиры, будут рушиться балконы и крыши. Это совершенно очевидно. Посмотрите опыт всех стран мира, от Америки до Китая, Японии. И вы поймете, что это огромный источник, но он никак не задействован. Усиливать будет этот бюджет и сепаратисты, и долгострой. 9 тысяч строек брошенных. Я вот добиваюсь, чтобы на детскую онкологию 5 корпусов построили, 2 миллиарда 300 миллионов. Море больных. Свои деньги вложите, стоят готовые корпуса, и мы получим полноценное лечение детей. Вот еле уговорили хоть в следующем году что-то туда добавить. Нам надо все сделать, чтобы вылезти из долговой ямы. Из долговой ямы. Самая крупная статья в этом бюджете, если взять все социальные статьи, это проценты по долгам в 2019 году. Они будут 869 миллиардов, вырастут на 36%. Ну и дальше будем засовывать страну в этот зиндан, долговую яму. И что будут, скажут нам дети и все потомки. Мы вам предложили программу «Десять шагов достойных». Мы вам положили на стол, который поддержали просто для всех закон о промышленной политике, закон о стратегическом планировании, о образовании для всех, закон о поддержке науки, о народных предприятиях. Ведь они работают. Посмотрите, кто их применял. Народные предприятия показали лучшие результаты в прошлом году. Не хотят ни читать, ни изучать. И последнее, при такой политике неизбежно финансо-экономический кризис перерастет в политический, но мы накануне и президентских выборов. И последнее, вы посмотрите внимательно программу Трампа. Они ничего не сказали, хотя все обсосали. Там 10 законов первоочередных, 6 жестких мер по борьбе с коррупцией и 7 мер по поддержке работающих. Вы попросите ее опубликовать и посмотреть. Все говорят, будет какой не будет. Трамп будет считаться только сильной Россией. Ни на одну, ни один доллар не уменьшается бюджет на военные расходы. Поэтому надо смотреть на мир реалистично. Этот бюджет, естественно, не годится.